Всем привет! Это ТСН, точнее формат, в котором мы рассказываем о новостях в расширенном виде, в формате. Меня зовут Анна Рапчук, несколько минут буду с вами. Будем использовать силу интернета, к помощи экспертов прибегать и пользоваться материалами, которые делали корреспонденты ТСН. Не переключайтесь. Воскресенье – это своего рода подведение итогов. Я буду рассказывать о материалах, в том числе, которые были у нас в программе ТСН, наиболее интересные. И несколько сюжетов выходило, к примеру, по теме «Спасибо, доктор». Для тех, кто не знает, это проект, благодаря которому можно высказать благодарность, опять же, медицинским работникам, подбодрить их, какие-то добрые слова сказать. И вот давайте я расскажу о наиболее интересных материалов. Например, совсем недавно сюжеты о нелегкой работе врачей появились на фасаде молодежного центра «Космос». Такие комиксы. Над проектом трудились местные художники. Они возили один день из жизни врача, которому приходится сражаться с вирусом. Комикс создан в рамках акции «Спасибо, доктор». Опять же, повторюсь, в перспективе у театрального центра еще несколько похожих материалов. Сейчас ведем переговоры с драматургом на тему того, как можно рассказать историю врачей через пьесу, через драматургию. И сделать из этого, если не спектакль, то хотя бы читку молодежных сообществ. Расширили тему комиксов журналисты в «Слух.ру». Немного поподробнее написали об этом. По словам авторов, идея пришла после совместной работы МТЦ «Космос» с художниками, комиксистами, дизайнерами, которые перерисовывали знаменитые картины в различных жанрах искусства в виде мультяшных комиксов. Этот проект стартовал еще в начале пандемии, то есть он не новейший, скажем так. Мол, комикс – это наиболее понятная форма общения с молодежью. Баннер будет висеть на фасаде около месяца. Еще один материал на тему «Спасибо доктору». Доктор только теперь он не про рисование, а про пение. Тоже творчески решили поддержать врачей молодые люди, молодые певцы Тюмени. Концерт прошел под окнами «Моногоспиталь» на улице Новой. Трое певцов исполнили кавер-версии популярных песен и собственные произведения. Между музыкальными номерами зачитывали благодарные отзывы от Тюмени в адрес врачей. Все они, кстати, взяты с сайта «Спасибо доктор.тмен.рф». Репертуар у меня, песни идут «Мир вашему дому», потому что как бы мир, он очень важен сейчас, опять же в это время, и песня «Миллионы голосов». Чтобы люди понимали, что они не одни, что мы готовы всегда им чем-то помочь, чем можем, и просто чтобы они знали, что не одни. Тема, которую я очень люблю, это тема технологий и разработка различных программных продуктов. Так вот, у местных гениев есть возможность проявить себя и даже денег на этом заработать. В Тюмени пройдет «Хакатон», тоже обзор с сайта «Вслух.ру». В нем будут участвовать программисты, дизайнеры и разработчики из региона, также с северных округов. В итоге за 46 часов эти люди создадут новые IT-продукты, несколько направлений предусмотрено, в том числе решения для бизнеса, и победители разделят 120 тысяч рублей. «Хакатон» пройдет в онлайн-формате, но это не мешает команде. Обычно они такие небольшие, собраться вместе, вместе где-то в помещении, либо, опять же, в онлайне, либо в каких-то мессенджерах, и обсуждать свой проект. Еще, продолжая тему айтишников, мой портал анонсирует школу веб-разработки. Давайте запущу, покажу вам сайт. Здесь можно и лекции бесплатно посмотреть, и какие-то уроки посмотреть. Ну, это обучение нацелено в основном на новичков, то есть для того, чтобы получить какие-то основы, можно выучить основы веб-разработки дизайна, научиться работать с конструктором сайтов, управлять проектами. Опять же, предусмотрено здесь несколько онлайн-уроков. Думаю, кому-то, возможно, будет полезным. Ну, двигаемся дальше тоже в тему. На этой неделе были сюжеты у нас о кибербезопасности. Наши корреспонденты готовили такой большой материал. В период пандемии выросло количество киберпреступлений, причем, если раньше атаковали где-то в социальных сетях только, то теперь атакуют школы, больницы и другие предприятия. В Тюмени, к примеру, давайте запущу видео. К примеру, в Тюмени во время дистанционного обучения школьников, вот вы видите, да, урок алгебры сорвали хакеры. На экране неожиданно появилась трансляция непристойного видео с маркировкой 18+. И такие сюрпризы, кстати, всплывают по всей стране. Примеры из Самары есть, из Москвы. Виртуальные уроки превращают в киносеансы для взрослых. Что думают об этом эксперты? Давайте посмотрим. Это уже некая социальная проблема, с учетом того, что мы сейчас все в зуме, либо подобных системах, но основополагающихся в зуме, он более распространенно называется, зум-бомбинг. Как от этого уйти? Первое. Во-первых, паролить сессию. Второе. Пароль выдавать персонально участникам сессии. И третье. Сделать премодерацию. Ну, специалисты подсчитали, в день на пользователей интернета совершается более миллиона кибератак, от незначительных до самых серьезных. История была с федеральным нейроцентром, когда во время важной операции хакеры взломали систему и буквально парализовали работу предприятия. То есть не работали компьютеры, а значит и врачи не могли работать. Тем не менее, справились. Что говорят эксперты? Нужно соблюдать цифровую гигиену, так как не только уязвимости в сети находят киберпреступники, но и пользуются методами социальной инженерии. Так вот, специалисты говорят, этому нужно учиться. Я имею в виду цифровой гигиене и пандемия как раз самое время. Следующая новость. Снова про деньги, конечно, на любителя. Тем не менее, возможно, она вам понравится. Состояние Илона Маска за неделю выросло почти на 14 миллиардов долларов. Давайте покажу статью на эту тему. Это передает РБК. Тут 13,5 миллиардов долларов. Источник у нас Forbes. Есть такой рейтинг у этого издания. И рейтинг обновляется в режиме реального времени. И теперь состояние его оценивается в 104,5 миллиарда долларов. Обошел он многих миллиардеров. И есть еще один рейтинг, рейтинг Bloomberg. Тоже обновляется в режиме реального времени. Там его состояние оценивается в 121 миллиард долларов. Там он занимает третью строчку. Почему так произошло? Да потому что рост стоимости акций Tesla произошел в связи с позитивными новостями в этой компании. Еще одна новость касается, вернее новая новость касается биометрических данных. Вот статья на эту тему. МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев. ТАСС передает. Дело в том, что эта тема для россиян уже не новая. Тем не менее, получила продолжение. Вот в течение трех лет МВД планирует создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. И это позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Сроки 2021-2023 год. Для этого нужно разработать программное обеспечение, которое необходимо для формирования и ведения использования этого банка данных. Есть немного расширенная статья на известиях. Давайте покажу. Здесь идет отсылка к истории. То есть, в мае сообщалось, что единую биометрическую систему планируют интегрировать с приложением мобильный идентификатор, который будут использовать как цифровой паспорт в ходе эксперимента в Москве. Еще одна отсылка на январь. В январе, как написано на известиях, стало известно, что в России начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц. Для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту. А это все новости, которые я хотела вам рассказать. В следующих выпусках все самое интересное и свежее. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...